В Самаре продолжается очистка проезжих частей. В Самаре организован вывоз снега. Уборку в разных районах города обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Родные и любимые. В Самаре представили сообщество активных родителей, активных детей. Водили хороводы с бабой-ягой, катались на лошадях, знакомились с культурой разных национальностей. В парке Дружбы народов прошел праздник «Зимние забавы». На заседании Совета главных врачей сегодня были подведены итоги работы отрасли за 2023 год, а также обсуждались планы в сфере медицины на 2024 год. Как отметил Дмитрий Азаров, значительных результатов по развитию системы здравоохранения Самарская область добилась благодаря нацпроектам, реализуемым по решению президента Владимира Путина. В регионе проведена масштабная модернизация всех звеньев оказания медицинской помощи. За последние годы построено более 150 новых объектов здравоохранения. Только в 2023 году введено в эксплуатацию 39 медицинских объектов. Медучреждение поставлено свыше 15 тысяч единиц современного оборудования. Полностью обновлен парк скорой медицинской помощи. Значительно пополнился и парк неотложной помощи. Кроме того, вновь заработала санавиация. Все это было бы недостижимо без нацпроектов. Во время рабочей поездки в Самарскую область министр энергетики России Николай Шульгинов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили возможности Центра мониторинга качества компании «Т-Плюс». Из одной комнаты специалисты следят за качеством теплоносителя в 42 городах страны. Это помогает своевременно выявлять неполадки и быстро их устранять. Подробнее в нашем сюжете. Какой температурой теплоноситель доходит до потребителей в 42 муниципальных образованиях России можно увидеть из одного кабинета в Самаре. Возможности Центра мониторинга качества компании «Т-Плюс» показали министру энергетики России Николаю Шульгинову и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Мы видим, что мониторинг и своевременное обнаружение аварии, и работа с клиентами, и быстрое устранение аварий, и обеспечение качества теплоносителя являются такими как бы не только вопросами производственными, что ли, да, но и вопросами социального спокойствия. Особое внимание министр и глава региона обратили на организацию обратной связи с клиентами. Сейчас сообщать о различных ситуациях можно по единому телефону горячей линии, либо через специализированный электронный сервис. В главную очередь мы работаем ради своих клиентов, наших потребителей. И будет ошибка, если мы не будем знать, насколько качественное тепло мы поставляем для своих клиентов, насколько комфортно в их домах. Центр мониторинга работает на базе отечественных программ, тепловой справочной службы, систем мониторинга повреждаемости тепловых сетей и технологического и коммерческого учета теплоэнергии. Все это позволяет оперативно обеспечивать качество теплоснабжения. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. На повестке дня уборка городских территорий, уход за дорогами, внутриквартальными проездами и дворами. В мэрии Самары прошло еженедельное рабочее совещание под руководством главы города Елены Лапушкиной. В обсуждении актуальных вопросов также приняли участие председатель Думы Самары Алексей Дегтев, председатель общественной палаты Габибулла Хасаев, главы районов, руководители департаментов, представители муниципальных предприятий. Какие задачи поставили на совещание, расскажут наши корреспонденты. В Самаре продолжают приводить в порядок улицы и дороги города. Уборку снега обсудили на еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Накануне днем на дорогах трудилось 1833 дворника, работало 222 единицы техники. Ночью задействовали 215 единиц техники и 75 дорожных рабочих. В понедельник на улицы вышли 3272 дворника, 319 единиц спецтехники. На прошлой неделе больших снегопадов не было. Это позволило активнее вывозить снег на площадке. Всего с начала сезона вывезли 352 тысячи тонн снега. Соответственно, за февраль, начиная с 1 февраля, вывезли 123 тысячи тонн. В январе 165 тысяч тонн, надо отметить. То есть у нас в феврале, в принципе, мы идем с опережающим темпом. В числе актуальных – работа по расширению проезжих частей, очистке дорог, вывозу снега и обработке противогололедными материалами территории города. Во всех районах Самары продолжается административный контроль за работой управляющих компаний, которые, как и ТСЖ, ТСН, ЖСК, ответственны за очистку входных групп и дворовых территорий. В результате нашей совместной работы с прокуратурой района возбуждено 19 дел об административных правонарушениях и 16 дел об административных правонарушениях находятся на рассмотрении. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов обратить внимание на очистку скатных кровель и выходов из подъездов. Эти замечания совершенно точно надо отрабатывать уже с прокуратуры, с ГЖИ. Не надо такие презентации сделать расширенные. Обращайте внимание, где уж прям выходы из подъездов, тротуары, сосульки над головами людей. Прям фамилия, имя, учета, руководитель. Название компании, фамилия, имя, учета, руководитель этой компании. Глава Самары отметила, что в ближайшее время встретятся с представителями управляющих компаний в разных районах города и на основе предоставленных замечаний и презентаций обсудят с главами УК работу по улучшению результатов. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Самарские коммунальные службы готовятся к весне. Так специалисты муниципального предприятия «Инженерные системы» начали проливку дождеприемников. Очистка от загрязнений, снега и льда проводится горячей водой для лучшего пропуска талых вод. Подробности в сюжете наших корреспондентов. В Самаре идет подготовка к весеннему сезону. Силами муниципального предприятия «Инженерные системы» проводятся работы на системе ливневой канализации для лучшего пропуска талых вод. Для проливки дождеприемников задействованы две бригады. Во второй половине марта рабочие должны закончить пролив 1356 решеток. Первыми прочищают низины. В них вода скапливается быстрее всего. В рамках подготовки к пропуску талых вод начались работы по проливу дождеприемников горячей водой для удаления зимних накоплений, снега и льда. До 18 марта особо опасные места будут пролиты и подготовлены к приему талых вод. Дождеприемники забиваются грязью, а зимой еще и снегом со льдом. Во время работ повышенное внимание уделяется также состоянию ливневой канализации и на дорогах, по которым следует общественный транспорт. На участках возле остановок, пешеходных переходов, а также близ станции метрополитена. Проливаем теплой водой. Ну и естественно грязь, которая как бы туда тоже сходит, она тоже уходит вместе с этой горячей водой, чтобы не заставилась грязь. Температура воды, которой прочищают канализацию до 80 градусов. В бойлер машины помещаются 9 кубов. Этого хватает на 20 решеток. Во время работ бригады все делают тщательно, чтобы коммуникации были в рабочем состоянии. Пока снег не начал таять, надо сейчас готовить уже, готовиться к весне, чистить ливневки надо. Так лужи будут большие, а так будет все в ливневки уходить. Работа всех служб синхронизирована. Чтобы ускорить работу инженерных систем, подрядчики, отвечающие за состояние улично-дорожной сети, расчищают дождеприемные решетки от снега. Потенциальными местами подтопления во время схода талах вод могут стать водовыпуски, русла ручьев и оврагов, где часто скапливаются сухие ветви деревьев, мусор. Поэтому с начала февраля специалистами муниципального предприятия инженерной системы расчищают от мусора овраги и пять водовыпусков. Нагорная Канава, Металлургический, Новокуйбышевский, 22-го порт съезда, Чекистов. Чтобы минимизировать последствия подтопления территорий, которые пока не оснащены ливневой канализацией, производится откачка талах вод с помощью и лососов. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Инвестиционный паспорт Самары стал победителем премии «Серебряный лучник» в номинации «Развитие и продвижение территории». Документ разработан Департаментом экономического развития совместно с Самарским университетом. В проекте представлена информация о городе, отраслевых и территориальных приоритетах инвестиционного развития, мерах и институтах поддержки. Подробнее в нашем сюжете. Выгодное географическое положение, производственный потенциал, высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты. Все это делает Самару одним из самых привлекательных городов для ведения бизнеса в Приворском федеральном округе, инвестиционным лидером и драйвером экономики региона. Чтобы привлечь предпринимателей разных городов и стран, рассказать о возможностях и плюсах сотрудничества, в Самаре разработали инвестиционный паспорт. Проект победил в региональном этапе национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Инвестиционный паспорт Самары первый в истории, который разработан на трех языках. На русском, на английском и на китайском. Не только информационный проект, это и инвестиционный проект, безусловно. И он призван рассказывать жителям города и всего мира о том, чем Самара привлекательна, какие инвестиционные проекты можно здесь реализовывать. Поэтому поздравляю коллег с победой. Вот такой диплом получила команда города. Инвестиционный паспорт Самары был разработан Департаментом экономического развития города совместно с Самарским университетом. Инвестиционный паспорт – это тот документ, который поможет любому инвестору, будь то на территории Российской Федерации, либо зарубежному инвестору, ответить на основные три вопроса. Куда инвестировать, как инвестировать и с кем взаимодействовать. Документ достаточно инновационный. Огромное количество привлекалось бизнес-сообщества, научного сообщества при разработке. В сегодняшних условиях ни один проект не может быть успешным, если он разработан вне науки, только в партнерстве с наукой. Поэтому мне очень приятно, что администрация городского круга Самара именно по этому направлению движется. Посмотрите, была разработана обновленная стратегия тоже Самарского университета. Сейчас Самарский технический университет разрабатывает концепцию развития исторического центра и много других проектов, связанных с развитием города. Вот партнерство с наукой. Только так. И это правильно. Ознакомиться с инвестиционным паспортом Самары может любой желающий. Он опубликован на официальном сайте администрации города. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. В поселке Толевой железнодорожного района Самары прошла встреча жителей с руководителями отраслевых департаментов город-администрации. Главой района, депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Как прошла встреча и что волнует жителей поселка Толевой? Расскажем далее. Транспортное обслуживание, вопросы благоустройства и озеленения территории, ремонт школы и детского сада, снос аварийных построек. Жители поселка Толевой в железнодорожном районе Самары встретились с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить текущие проблемы. Один из вопросов – плата за содержание общего имущества. По словам жителей, она слишком высока. При том, что чердак и подвал никто не использует, а значит, фактического расхода электроэнергии нет. Если брать с площади подвальных помещений, сумма для 38 квартир просто огромная. Дом не подтянет ее. Пошли другим путем. Вот на основании приказа по Самарской области стали применять коэффициент. То есть с общего счетчика отнимаются показания жильцов, арендаторов у них свои там по счетчике установлены. И применяется этот коэффициент. Но сумма тоже огромная. Если это имущество общедомовое, то есть принадлежит всем жителям, к сожалению, за это надо платить. Другой вопрос – за что платить и какие деньги. Потому что если вы говорите, что там лампочек нет или эти подвалы закрыты, ну, наверное, тогда платить не за что. Еще одна тема, которую жители подняли на встречи – бездомные собаки. Жителям не нравится, что после стерилизации собак отпускают. Они сбиваются в стаи. Мы же реально живем здесь все поселком одним. У нас как бы отдельная территория получается. И они с этой стаи сбились, как дети, а как мы. Руководитель депгорхоза Александр Андреянов пояснил, что после отлова агрессивность животного оценивает ветеринарная служба. После обработки отпускают только спокойных собак. Остальные остаются в приюте. Есть закон федеральный 498, который действует с 2020 года. В соответствии с этим законом, закон о гуманном отношении к животным, ловцы обязаны вернуть собак на то место, где они были отловлены. Через 20 дней, после того, как прошли вакцинацию, стерилизацию, кастрацию и так далее. О том, что собаки чипированы, сбиваются в стаи, ну да, это животное. Руководитель депгорхоза рассказал, что за последние годы в Самаре сократилось количество происшествий с участием бездомных собак. Жители района трехчасовым диалогом с властями остались довольны. Встреча теплая состоялась достаточно. Ожидали все-таки более как-то официальной встречи, но она состоялась добрая и добродушная. Проблемы были озвучены первостепенные, проблемы поселка. Было вынесено решение по некоторым вопросам. Ну, как нам пообещали, будет положительный исход во многих вопросах. Галина Топилина, Константин Головин. События. Масштабный рейд-профилактика, в ходе которого было задействовано максимальное количество личного состава, провели инспекторы ГИБДД выходные. Ловили нетрезвых водителей и нарушителей правил дорожного движения. В помощь специалистам служебные собаки и специальные программы. Ксения Баканова расскажет подробнее. На право. По местам несения службы. Шагом. Макс. Готовность номер один. Перед тем, как экипажи сотрудников ГИБДД разъедутся по городу, торжественное построение. Основная задача масштабного рейда – предупредить аварийные ситуации на дороге, а также пресечь нарушения, из-за которых растет число ДТП. На особом контроле нетрезвые водители, ведь по статистике именно они становятся главными виновниками аварий. Данное мероприятие проводится как раз в преддверии выходных, когда большая часть уже народа более-менее расслаблена и, соответственно, двигается по пути домой через определенные магазины, где готовятся к проведению выходных. По словам специалистов, подозрительный автомобиль видно издалека. Обычно он резко меняет характер движения в потоке машин или прячется за грузовиками. Такое поведение – верный сигнал для остановки транспортного средства. Инспектор обязан не только проверить документы водителя, но и оценить его состояние. Если закрались сомнения, в ход идет тяжелая артиллерия. Проверить, трезво ли водитель, поможет алкотестер. Сейчас мы покажем принцип его работы. Для начала нужно продуть прибор. Подождать несколько секунд. Результат появился на экране. Вадим Марченко за рулем всего год. Сегодня его машину остановили. Однако опасений процедура проверки не вызвала. Мужчина говорит – бояться нечего, если уверен в себе. Все хорошо, ни одной аварии, вожу аккуратно, все нравится. Я всегда езжу с документами, всегда трезвый, все в порядке. Пока сотрудник беседует с водителем, немецкая овчарка по кличке Жрица ищет запрещенные вещества. Сотрудники поясняют – нюх служебной собаки не может превзойти ни один прибор. А вытыскать нарушителей ПДД помогают специальные программы. Паутина позволяет нам видеть транспортные средства, либо злостных водителей, которые много нарушают правила дорожного движения, либо ранее лишенных водителей транспортных средств. И фиксация идет, и остановка на посту ДПС и уже дальше работа с нарушителем. Специалисты ведомства напоминают – за езду в нетрезвом виде предусмотрен серьезный штраф. Также водитель на два года лишается права управления транспортным средством. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Родные и любимые. В Самаре представили сообщество активных родителей, активных детей. Оно образовано под эгидой российского движения детей и молодежи «Движение первых». О том, какие бонусы дает членство в сообществе и как вступить в ряды родных и любимых – в нашем репортаже. Реализовать все, что задумали. Теперь родители вместе со своими детьми могут вести активную общественную творческую деятельность в рамках сообщества под названием «Родные и любимые». Это один из проектов «Движение первых». Как и любое объединение людей по интересам, конечно, это уникальная возможность обмена опытом, нахождение каких-то своих соратников. Но и в целом мы видим, что у родителей много есть идей, которые остались, ну там, скажем так, остались в столе, да, они не остались раскрытыми и требуется вот эта реализация. Мы готовы ее предоставить, помочь в этом процессе. У Оксаны Скотковой двое детей. Оба состоят в «Движении первых». Быть родителем активных творческих детей – большая ответственность, считает Оксана. Поэтому решение вступить в родительское сообщество «Родные и любимые» не заставило себя долго ждать. В это общество мы вступили совершенно неожиданно, благодаря детям, потому что они принимали участие в разных активностях, где-то выигрывали, где-то нет. И это их стимулировало на дальнейшие какие-то свои движения вперед. И мы, как родители, не могли остаться в стороне, потому что поддержка детей, очень важна от родителей. И понимание того родительское, что делают дети, это тоже очень важно. И мы стали с мужем тоже принимать в этом участие. На презентации сообщества «Родные и любимые» собрались и семьи из разных муниципальных образований Самарской области. Собравшиеся делились опытом и мыслями о семье, детях, процессе воспитания. Говорили и о мерах социальной поддержки семьям региона. У нас в стране, а также и в регионе, действуют все меры социальной поддержки. Наш регион всегда впереди, как движение первых. 23 меры социальной поддержки действуют, в том числе и на многодетные семьи. И они не просто ушли куда-то, а они увеличиваются, индексируются с каждым годом. И мы ни одной меры социальной поддержки для семей по инициативе нашего губернатора, конечно, не убираем. Получить больше информации о сообществе «Родные и любимые» и вступить в его ряды можно на сайте будьвдвижение.рф, в региональных соцсетях сообщества или обратившись к координаторам «Движения первых». Галина Топилина, Петр Поломеев, События. Познакомиться с культурой народов, проживающих на территории Самарской области. Изготовить ловца снов и куклу-обережку. А также поводить хороводы со сказочными героями и покататься на лошади. В парке «Дружба народов» прошел праздник «Зимние забавы». Чем отличается казахская дом-бра от русской дом-ры и как строится таджикский дом в нашем сюжете? А какой строй у инструмента? Соль, ре. Соль, ре. Открытие. Соль, ре. Квинта. Квинта. Ясно. Салават Султанов точно знает, чем отличается казахская дом-бра от русской дом-ры. Он закончил институт культуры, играл и в казахском, и в русском оркестре на обоих инструментах. Своими знаниями с радостью делится с гостями казахской юрты. Когда изготавливали дом-бру, надо искать кудрявый клён. Делается настоящая дом-бра, делается из кудрявого клёна. Звучание. Самое казаху близкое. Это стейп. Это душевный, самый близкий инструмент казах. В выходные в парке дружбы народов прошёл праздник зимней забавы. Гости могли поводить хороводы со сказочными персонажами, покататься на лошади и познакомиться с культурой разных народов, проживающих на территории Самарской области. У нас традиционно в парке мы делаем, что мы просвещаем людей, рассказываем им о культуре народов и в том числе повышаем людям настроение. Это просто выходной прекрасный день, который можно всей семьёй провести и никогда не забыть. Тем более сегодня в том числе мы можем покататься вот на этой прекрасной лошадке по имени Эко. Рахмон Мумиев увлечён и рассказывает о строении таджикского дома. Из-за частых землетрясений стены делают немного под наклоном, чтобы они могли упасть наружу. А крыши держатся на пяти столбах. Эта столба у нас Хасан. Эта столба у нас Хусейн. Хасан и Хусейн – два братья, близнецы. Они внуки пророка Мухаммеда. Эта столба у нас Фатима и Зухр. Слово «Зухр» означает «красавица, красивая». Четвёртая столба у нас в народе сар-столба называется пророк Мухаммед. Пятая столба у нас Али. Двухэтажный финно-угорский дом способен приютить не только до трёх поколений домочадцев, но ещё и лошадей и скотину. В Карелии на всю зиму мужская половина семейства уезжала на заработки в Питер, в Петрозаводск. Оставались в доме только старики, дети и женщины. И все умещались на первом этаже. Оставляли одно окошко, а все остальные закидывали, засыпали снегом, чтобы сохранялось тепло в доме и жили как кроты. Алексей Саватеев на экскурсию в парк привёз семилетнюю дочку. Говорит, обошли все подворья и получили удовольствие от праздника. Очень интересно разнообразие домов, архитектуры. Были в украинском казачьем, казахском, таджикском. Таджикскому очень понравилось. Мордовский дом заходили, ну и финно-угорский. Гости парка «Дружба народов» могли также принять участие в мастер-классах по уральско-сибирской росписи, изготовлению ловцов снов и сделать куклу-обережку. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицинского образования по договору целевого обучения. Для оформления выплаты можно обратиться в любой офис МФЦ или районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения МКО ГО «Самара». На страничке телеграм-канала указаны документы, которые необходимо иметь для предоставления выплаты. Администрация Самарского района сообщает о том, что записаться к нотариусу самарцы могут бесплатно онлайн через портал госуслуги. Такой формат записи поможет сэкономить и время. С помощью сервиса можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы. Сервис запущен 15 марта 2023 года. Сейчас к нему уже подключены 88 субъектов Российской Федерации, в том числе и Самарская область, и свыше 5000 нотариусов, что составляет порядка 75% от их общего количества. Запись на приёмы осуществляется по 51 нотариальному действию. Начиная с прошлого года, такой записью воспользовалось свыше 16 тысяч граждан России. На этом выпуск подошёл к концу. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!